За сотки в Коми плюс 26 новых случаев заражения COVID-19. Данные на 9 июня опубликовал Роспотребнадзор. Всего федеральным референс-центром и лабораторно подтверждено 1626 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В активной фазе 688 человек. Количество жертв стало больше на одного, теперь их 27. Еще 21 человек полностью излечился. Таким образом, всего побороть коронавирус смогли 1024 жителя Коми. Республика спустилась еще на одну позицию вниз и теперь находится на 63 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Мы продолжаем пристально следить за ситуацией в Иркуте. Так, накануне еще один рейс, уже шестой по счету с начала пандемии, выполнила служба санавиации Коми в Заполярный город. Всего из него был эвакуирован уже 51 человек. Все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую инфекционную больницу. Министерство здравоохранения Республики в постоянном режиме продолжает оказывать содействие и помощь в обеспечении средствами индивидуальной защиты, медперсонала, лечебных учреждений. В Иркутинской больнице скорой медицинской помощи дополнительно получило 479 одноразовых костюмов, 15 тысяч медицинских масок, еще 2000 бахил, 10 тысяч медицинских шапочек, очки, защитные экраны, одноразовые маски и перчатки. Также в Иркуту прибыл специалист для ремонта аппарата компьютерной томографии. Всего в городе развернуто 265 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. И вот как свежие цифры и другие актуальные новости дня прокомментировал Владимир Руйба. Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Несколько слов об эпидемиологии. Сегодня в Республике лабораторно подтверждено 1626 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки 26 человек дополнительно заболевших. Под медицинским наблюдением находится 1578 человек, выздоровело 911 и за минувшие сутки 21 человек. Ну, чуть-чуть не дотянули, но тем не менее, если будем вот все-таки с такой тенденцией выздоравливать больше, то это будет очень хорошо. Сегодня прошло очень важное заседание Республиканской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Ну вот были очень такие серьезные вопросы. Во-первых, это восстановление дорог в Республике после паводка. По оценке специалистов, такой сильный паводок был 30 лет назад. И, конечно, вы помните, я докладывал о том, что я обратился к Владимиру Владимировичу Путину, президенту России, с тем, чтобы помог именно федеральным бюджетом нам, деньгами, президент, поскольку большой очень объем размытых дорог, и в общей сложности мы это оцениваем в пределах 200 миллионов рублей. Сейчас вода практически везде ушла, мы проводим работы по оценке, и как только будет готово, представим все материалы уже в Минфин, для того, чтобы претендовать на деньги из Федерального резерва. Дополнительно мы сегодня обсудили еще... Да, ну, хочу сразу сказать, что мы не ждем, просто сложа руки денег из федерального бюджета, все-таки мы сейчас республиканскими деньгами делаем сразу в нескольких районах, это Прилузский район, это Усть-Куломский район и городской округ Вуктыл, мы там за счет республиканских денег дороги восстанавливаем. Но, конечно, по сравнению с теми, которые ждем от Федерации, там деньги небольшие. Второй вопрос – это помощь людям, пострадавшим после паводка. Здесь тоже я дал указания руководителям муниципалитетов ускорить работу, и здесь практически все зависит от нас. Но как можно быстрее провести полностью обследование домов, имущества, ну и как можно быстрее представить все тоже сводные данные, поскольку мы дальше принимаем решения и из резерву уже республики выделяем деньги на как раз помощь людям. Думаю, что, ну, по крайней мере, я такую задачу поставил, до 1 июля эту работу закончить. Еще один был очень важный вопрос – мы обсудили готовность республики к летнему пожароопасному периоду и, самое главное, безопасность людей, безопасность населенных пунктов, если вдруг пожар все-таки возникнет. Вот на сегодняшний день в республике сфиксирован один пожар, опять же, Усть-Куломский район, небольшой пожар, там, к сожалению, причина, как всегда, это неосторожное обращение с огнем местных жителей, полгектара, тем не менее, все-таки площадь пожара, ну, вовремя локализовали и потушили. И еще был сегодня один вопрос – мы обсуждали, это безопасность людей во время вот особенно такого теплого лета, который нам предстоит отдых на воде, потому что, к сожалению, у нас в прошлом году гибли люди на воде, и сейчас мы принимаем все меры, чтобы этого не было. Сегодня еще одна новость – это мы выделили из республиканского бюджета 29 миллионов, это выделено они в Сыктывкаре, на создание инфраструктуры спортивной, и, в первую очередь, это уличные спортивные площадки. Они в том числе, вот сейчас так активно мы развиваем для того, чтобы люди могли сдать нормы ГТО, потому что именно на этих спортивных площадках такие нормы можно сдавать. Вот хочу сказать, что вообще республика, в очень хорошем, если оценивать по спортивным результатам, по сдаче норм ГТО. Мы 11-е в Российской Федерации, что, в общем, очень хорошо, и первые по северо-западному федеральному округу. Но, знаете, в спорте нельзя расслабляться, только расслабишься, успокоишься, обязательно кто-нибудь обгонит. Поэтому здесь нужно заниматься и продолжать наращивать свои спортивные успехи, и я думаю, что как раз эти спортивные площадки этому будут способствовать. На сегодняшний день это вся информация. Я снова настоятельно рекомендую при выходе, несмотря на то, что наступила жаркая погода, все-таки, если вы уходите в общественные места, не забывайте маской и перчатки. Будьте здоровы, всего доброго, до завтра.